На обстоятельной конференции, которую организовала Торговая и Сельскохозяйственная палата, выступили представители всех отраслей, связанных с молочным сектором. От производителей сырого молока, крупных ферм до молокозаводов и продавцов. В каком-то смысле сектор находится в привилегированном положении. Почти всё, что требуется от сырья и электричества до конечного потребителя, находится в Эстонии. Но чего не хватает не только в Эстонии, но и в Эстонии и в мире, так это стабильность и умение делать долгосрочные прогнозы. Что-то не было сделано. Всё-таки все эти энергетические вещи были прогнозируемы. Для этого и есть государство. Вот я занимаюсь коровами, они прогнозируют стоимость энергии. Но где-то же есть люди, которые приходят на работу, включают компьютер и снабжают руководство страны анализами или сценариями. С них и надо спрашивать. Не нужно заниматься статистикой двухлетней давности. Нужно прогнозировать вперёд. Эстония остаётся молочной страной, однако инфляция вносит существенные коррективы в привычное поведение. Предпочтение отдаётся простым и необходимым продуктам, прежде всего просто молоку, причём в простой и в большей упаковке. Правда, нельзя сказать, что жители страны полностью отказались от молочных продуктов с высокой добавочной стоимостью. Но их потребление уменьшилось, да и предпочтение оказывается меньшим упаковкам. К тому же магазины, насыщенные и техникой, и теми же энергоёмкими холодильниками, должны быть готовы к чёрным сценариям, то есть закрытию некоторых торговых точек. На кошелёк покупателя оказывается сильное давление. Это заставляет делать иной выбор. Что мы видим в торговле? От более дорогих товаров переходит к более дешёвым. Наши молочные продукты находятся на высоком уровне. У нас много интересных проектов. Но сейчас тенденция такова, что клиент выбирает что подешевле. Не только в молочном секторе. Простой знак. В хорошие времена покупают больше ветчины и меньше колбасы. Больше качественной продукции. Сейчас мы видим, что ветчины покупают меньше, а простой колбасы больше. Но, как обещают представители сектора, без молока и творога мы не останемся. Ассортимент же зависит не от производителей, а от наших возможностей. Понятно, что потребитель стал более чувствителен к цене продуктов и ждёт компании. Но надо понимать, что прибыли торговцев сведены к минимуму, а компании в большей мере проводят для более дорогих изделий. Поэтому и ожидать их в массовом порядке не приходится. На какое-то время употребление продуктов с высокой добавленной стоимостью не упадёт до нуля, но сократится процентов на 7 пока. Мы вернёмся к базовым продуктам – молоку, сметане, кефир. Йогурты уйдут в большей упаковке. Теперь люди проводят больше времени упаковки. Прилавков просто ищут что подешевле, что со скидкой. Выбирают между разными сетями, категориями, чтобы свести стоимость покупательской корзины к минимуму. Такова она сегодняшняя реальность. Что мы можем ценить, так это нашу продовольственную независимость. Не каждая страна способна полностью себя прокормить. Сектор нуждается в помощи. Например, предлагается временно понизить величину налогособорота до 10% или нуля. На короткий срок, но это поможет выжить. Ведь, тем же молокозаводам приходится заказывать и дизель-генераторы. Зато, если они придут вовремя, упакованным и вкусным молоком мы будем обеспечены. Михаил Виславлев, Роман Васильев. Новости Таллина.